В общем, что касается правдивости, человек, по Танжале говорит, древнее авторитет, человек, утвердившийся в правдивости, добивается того, что всякое его слово материализуется. Но имейте в виду, что в современном мире, в Калиюгу, тут определенные ограничения сами реалии накладывают. То есть, если вы с бизнесом занимаетесь, то, в общем, очень становится понятным, что с правдивостью противоречия некие происходят. Ну да. И еще происходят такие вещи, что в некоторых случаях правдивость горькая, правда, и в общем нет необходимости так озвучивать, если это причиняет кому-то боль и страдания, потому что все-таки первым встает Ахимса. То есть, ты можешь собрать во благо? Ну, в общем-то, да. Ну, в общем-то, да. Недосказания, недосказания. Вот я живу 17 лет в Индии, и когда у меня спрашивают, какая у меня виза, я говорю, у меня бизнес-виза. Хотя вот паспорт я последний раз видел в 2009 году. Ну, как бы, ну, это вот, в общем, никому это страдание моя ложь не причиняет, но это как бы и мне спокойнее, и всем спокойнее. Понимаете? Кому это, зачем вот я буду полицейскому, или кому это говорить, что у меня давно уже нет ничего. Ага. Он начнет расстраиваться и думать, что что со мной делать? Слава Богу, Индия благословенная страна, и она замечательная тем, что полицейский к нам саду вообще, то есть, ну, не подходит. Он не подходит вообще никому. Если человек ничего дурного не сделает, то шансов у вас заиметь проблемы с мусором нет. Угу. То есть, Индия в этом смысле чудесная страна. Я пишу, что бесконечно все отношения с мусором нет. О. Продолжение следует...